Подарки и сертификаты на медицинские услуги вручили булашаковцы ветеранам войны и труда в Алматы. Выпускники стипендиальной программы поздравили героев с наступающим Новым годом. Репортаж Гульнару Марбековой. Приносить в дом праздник всегда приятно. Неудобно встречать вас в таком виде, приболело что-то, говорит ветеран войны Мнаура Набиева. Но потом разговаривала, заулыбалась и, кажется, даже забыла про свою простуду. 16 декабря ей исполнилось 93 года. Улыбается по этому поводу. Разве думали ее родители, что через много лет этот день станет главным праздником в истории Казахстана? Детство ее прошло в Уральске. Отсюда после школы и ушла воевать. Фронт близко был. Потом мне говорят, что жалко с Салином, что немцы отдают нашу землю воевать. Патриотические настроения. Окончила курсы радионаводчиков. Попала на 2-й Белорусский фронт. Была дважды ранена. Смеется, рассказывая, как дежурила у знамени полка и первая услышала о победе. Помнит, как бросила пост и побежала сообщить всем радостную новость. Позже окончила исторический факультет Казгу. Работала в газете «Лениш лжа» с издательствами на казахфильме. Показала нам свои награды. Они, как и положено, на торжественно выходном костюме. Пришлось его примерить. Сокрушается. Были еще две медали. Но во время форсирования реки они утонули вместе с комсомольским билетом и аттестатом зрелости. Она любит читать. Показывает, вот новую книжку купила. Еще она шахматистка. В молодости даже сыграла партию с Брежневым. До сих пор занимается шитьем. На старенькой машинке может и подшить, и ушить. И нитку в иголку сама продевает. Говорит, что подарком очень рада. Но то, что поздравить ее пришла молодежь, будущее Казахстана, для нее гораздо важнее. Ради них не только я. Все воевали ради них. Но одновременно пошло такое-то нехорошее слово, что молодежь не то. Нет, молодежь хороший. Молодежь сами посередине. Вот последний бренд, последний несколько лет, совсем другой сад молодежи. Сейчас Наура Макзумовна живет с сыном. Все приглашала нас за стол. Мы отказались. У нас работы много, а вам отдохнуть надо. Хоть от приятной и праздничной, но все-таки суматохи. Гульнару Марбекова, Ирлан Абжанов, 24КЗ, Алматы.